Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ, пятничный выпуск программы «Ныне». Коротко о главном. Ящур не пройдет. В Ахтубинском районе состоялись межрегиональные учения по ликвидации очага опасного заболевания. Новое лечебное учреждение для военнослужащих и их семей. В Ахтубинске открыли военную поликлинику. Схемы старые, а жертвы новые. Сотрудники полиции напоминают, как не попасть в сети мошенников. И начнем наш выпуск с законов, которые вступают в силу со второго летнего месяца. Так, по официальной информации, те пенсионеры, которые оставят работу в июле, сразу начнут получать повышенную выплату. Ранее на перерасчет пенсии уходило 3 месяца, а в проиндексированном размере она начислялась только на 4 месяц после увольнения. Кроме того, прибавку к пенсии с 1 июля получат граждане, которым в июне исполнилось 80 лет. По закону, каждый месяц таким пенсионерам положена дополнительная выплата в размере 7,5 тысяч рублей. С 1 июля на получение российского паспорта потребуется не больше пяти рабочих дней после того, как МВД или МФЦ получат все необходимые документы. Отмечается, что сроки не зависят ни от того, где гражданин зарегистрирован или проживает, ни от причин, по которым потребовалась замена документа. Новый паспорт можно будет получать в любом подразделении МВД, которое занимается вопросом иммиграции в МФЦ или в районном отделе полиции. Кроме того, с наступлением второго летнего месяца можно будет приходить в поликлинику за медицинским обслуживанием без полиса ОМС. Вместо него нужно показать паспорт или другое удостоверение личности. Сообщается также, что граждане, которые не хотят сами выбирать страховую компанию для получения ОМС, могут этого не делать. Теперь страховщика будет назначать территориальный фонд ОМС. Чтобы получить полис у конкретного страховщика, нужно будет написать заявление. И в продолжение темы изменений. Страханской области выделили более 355 миллионов рублей для поддержки льготников. Они будут направлены на предоставление компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Как отметили в пресс-службе Кабинета министров, речь идет о федеральных льготниках, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким жителям предоставляется компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы субъектов страны на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Подчеркивается, что сейчас средства направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Идем далее. Что делать, если выявлен очаг ящура и как не допустить распространение заболевания? В рамках межрегиональных командно-штабных учений, которые прошли на территории села Батаевка в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты ветслужб Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия, отработали действия в случае вспышки особо опасного заболевания. О том, как это было, расскажет Ксения Маслова. В селе Батаевка подтвердили случай заражения ящером мелкого рогатого скота. В населенном пункте ввели карантин. Въехать и выехать из него можно лишь после специальной обработки. Карантин, конечно, не настоящий, а лишь легенда для учения ветеринаров по ликвидации опасных очагов заболевания. Но отрабатывают врачи свои навыки, как это было бы при настоящей вспышке. И лишь муляжи тех самых зараженных овец выдают игровую ситуацию. Целью этих учений явилось освежить память теоретическую, что это за заболевание, и практические действия по алгоритму и по хронологии событий, материально-техническом оснащении, что должны, какое оборудование быть, какие средства, дезрастворы, какие группы работать должны, какое время. Это все отработано вживую, вплоть до имитации сожжения животных, которые имитированы были как трупы. Ящур заболевание вирусное. Распространяется быстро и поражать может не только животных, но и людей. Именно поэтому у овец специалисты взяли анализы. А когда диагноз подтвердился, стало понятно, что прививка им уже не поможет. Их усыпляют и на специальном транспорте отвозят к земляной траншеи, где сожгут. Кроме этого, в радиусе угрожаемой зоны, а это 30 километров от очага заболевания, необходимо привить противоящерной вакциной все восприимчивое поголовье. Помимо прочего, в эпизоотическом очаге запрещается лечение, а также ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, реализация молока и продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, с которыми больные животные могли иметь контакт. Запрещается также выпас, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных. Данного заболевания на территории Астраханской области не фиксировалось с 1986 года. И дай бог, что такого заболевания у нас не будет. Мы всегда должны быть готовы к подобному развитию событий. Действительно, если возникают какие-то особо опасные заболевания, то органы местного управления, ну и государственные органы, должны работать в очень тесной такой быстрой взаимосвязи. Органы местного управления в этой ситуации занимаются прежде всего оповещением граждан о введенном карантинном режиме, о мерах по его соблюдению. Оказывают максимально возможное содействие в обеспечении хозяйственного процесса. По словам ветеринаров, эпизоотическая ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Каждый день регистрируются новые вспышки особо опасных заболеваний. Основными рисками их проникновения и распространения являются незаконный ввоз животных с неблагополучных территорий, а также нарушение требований их содержания. И чтобы избежать таких последствий, животных нужно обследовать ежегодно. Хотелось бы еще раз напомнить всем владельцам сельскохозяйственных животных о том, чтобы они все-таки более ответственно относились к содержанию своих подопечных животных. То есть это своевременные вакцинации, исследования, дабы не допустить возникновения какого-либо нехорошего заболевания. Итоги межрегиональных командно-штабных учений по локализации и ликвидации очага ящера мелкого рогатого скота были подведены после проведения всех необходимых мероприятий. По словам участников, все ветеринары сработали на твердую четверку. Однако на этом работа специалистов не заканчивается. Они продолжат совершенствовать свои навыки, чтобы быть твердо уверенными. Ящер не пройдет. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. Ну а мы продолжаем выпуск. В Астраханской области стартовал прием заявок на конкурс «Гости к фермеру». Его цель – вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность на сельских территориях. По информации регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, новый региональный конкурс бизнес-планов и проектов направлен на создание объектов сельского туризма и туристических агромаршрутов по Астраханской области. Принять участие в нем могут студенты, молодые предприниматели и жители сел. Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются до 15 октября. Подробности о конкурсе можно узнать, перейдя на сайт, который сейчас вы видите на своих экранах. Переходим к теме дня. Сегодня в Ахтубинске состоялось торжественное открытие военной поликлиники. У дома номер один по улице Жуковского собрались представители Глица имени Чкалова, медицинский персонал, руководители районной и городской властей, а также жители, которые непосредственно принимали участие в создании лечебного учреждения. За помощь в содействии инициативных граждан поблагодарил командир восковой части 15650 генерал-майор Радик Бариев, который вручил им благодарственные письма. Мы подавали заявки на ремонт капитальный или возведение нового здания модульного, но потом пришлось засучить рукава и работать самим. Поэтому ЦУЖ и ЖКХ помогли нам с разрешением на использование этого здания. Ну и потом собрали мы личный состав, сформировали бригаду, но естественно стал вопрос в средствах. Ну в средствах мы сегодня видели, кто нам помогал. Это и промышленность, это предприниматели, то есть все откликнулись. Ну дай бог получилось, посмотрим. Командир также отметил, что больше всего вопрос открытия поликлиники беспокоил ветеранов, в котором трудно было добираться на территорию гарнизона для получения медицинской помощи. Теперь военная поликлиника находится в центре города и размещается на первом и втором этажах бывшей гостиницы Дон. Силами военных и неравнодушных жителей был сделан капитальный ремонт, заменены коммуникации, закуплено медицинское оборудование, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С сегодняшнего дня лечебное учреждение для военнослужащих и членов их семей приступило к работе. Идем далее. На днях волну недовольства местных жителей. Вызвали новые справки, которые необходимы для перерасчета платы за мусор. Это процедура, которая позволяет временно не платить за отсутствующих жильцов. Но ахтубинцы жалуются, что в связи с постоянными изменениями в работе регионального оператора возможность перерасчета превращается для них в настоящее испытание. В ситуации разбиралась наш корреспондент Илона Саакова. Несправедливые счета за мусор. Вот что сегодня беспокоят жители Ахтубинского района. Ведь если человек отсутствует, то и мусора от него нет. Тогда за что платить деньги? Для таких случаев существует процедура перерасчета. Но эта возможность отнимает у ахтубинцев много времени и сил. Так нам рассказали жители, которые в этот день собрались в местном паспортном столе. Проблема в большом количестве документов, которые нужно предоставить регуператору, чтобы аннулировать огромные долги. А тут еще и постоянные нововведения, за которыми обычные горожане не поспевают. Но платить все равно обязаны. Такой вопрос. Вот купили тоже квартиру, да? Там никто не прописан, сын прописан у нас, мы платили. Организовалась куча долгов. Они, оказывается, могут спокойно сами там начислять на одного человека, даже если не прописан. Я не нарушаю закон. Сын у меня прописан был, я плачу. Нет, они будут и здесь в квартире у меня, и там в квартире. Почему такие долги образуются? Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы отправились в экоцентр. Там пояснили, что для перерасчета раз в полгода необходимо предоставлять документы. Раньше всю информацию можно было получить из домовых книг. Теперь же из-за их отмены единственный способ подтверждения состава семьи – это адресная справка, которая оформляется в паспортном столе. При этом есть несколько оснований для перерасчета. Одна из таких – наличие нескольких жилых помещений у одного собственника. Есть постановление 354, постановление правительства Российской Федерации о порядке перерасчета. 91-94 пункт. Там все прописано полностью. Как делается перерасчет, какие документы необходимы. Если человек имеет два домовладения, в одном является собственником, в другой в квартире прописан. Соответственно, ему необходимо каждые полгода предоставлять акт от участкового, где прописано, что по данному адресу такой-то не проживает и не сдает под наем данное жилое помещение. Этот акт от участкового подписан, плюс там надо подписать, чтобы два соседей подписали, и предоставлять каждый полгода нам. Кроме этого, на перерасчет могут претендовать люди, отправившиеся в командировку, студенты и другие граждане, которые не находятся в своем домовладении более месяца. Чтобы не платить за мусор, они должны предоставить подтверждающую справку об их отсутствии. В случае смерти одного из членов семьи или самого собственника жилья необходимо предоставить свидетельство о смерти для того, чтобы прекратить начисление. Стоит отметить, людей смущает не столько порядок предоставления документов, сколько отсутствие возможности проконсультироваться по телефону. Особенно сложно приходится жителям, проживающим за пределами города. Живу в Верхнем Баскучаке, за мусор платила там. Теперь я приехала в перерасчет, чтобы сделали, они меня отправляют в паспортный стол. Опять изменения там, без конца меняются, новые законы. Я пришла в паспортный стол, но там меня не приняли. Везти надо документы собственности дома, кто там проживает. Я опять поехала назад в Верхнем Баскучаке. Привезла сегодня документы. Сегодня только сдала документы. Теперь будет справку знать, не знаю сколько. Конечно, тяжело кататься туда-сюда, ездить. Чтобы избежать таких ситуаций, нужна доступность специалистов-регоператора, которым можно позвонить и уточнить соответствующую информацию. Но дозвониться до экоцентра, говорят жители, трудно. У нас поступает порядка 200-300 звонков в день на один телефон рабочих. Мы по возможности отвечаем на телефоны. Если есть возможность и нет живой очереди, конечно, сотрудники берут телефон, объясняют. У нас также есть электронная почта. Даже многим я даю свой личный номер телефона. Люди не могут действительно доехать до сюда, потому что у кого-то нет возможности. У кого-то по здоровью не позволяет. Особенно это же контингент такой пожилой. Я даю номер в свой телефон, и они мне через детей на WhatsApp скидывают документы, справки. И мы, конечно же, в таком формате работаем и помогаем им. Остается надеяться на отзывчивость сотрудников регоператора и понимание местных жителей. Ведь если есть возможность, зачем платить дважды? Илона Саакова, Юлия Баховская, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. Лето, горячая пора. Речь не о грядущем повышении температуры, которое прогнозируют нам на следующей неделе синоптики. Из-за начала туристического сезона в нашей стране активизировались мошенники. Как сообщил эксперт по противодействию. Алексей Сизов, цены на все популярные турнаправления выросли. Тем временем стали появляться фейковые сайты, которые банально предлагают более дешевые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники стараются похитить платежную информацию россиян. Рост такой активности уже замечен, подчеркнул специалист. Предполагается, что пик активности мошенников пройдется на середину июля. Тем временем, ахтубинцы не перестают удивлять местных специалистов своей доверчивостью. Не прошло и пару месяцев, как у нас в студии опять сотрудники полиции. Причиной тому новые факты мошенничества в Ахтубинском районе. У нас в гостях Татьяна Олеговна Агафонова, старший следователь по Ахтубинскому району. Татьяна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Когда приходила ваша коллега, она говорила, что в прошлом году было зарегистрировано 88 преступлений относительно мошенничества. Какая ситуация в этом году? Можно сказать, что она ухудшилась, поскольку за истекший период было возбуждено уже 60 уголовных дел только по мошенничествам. Это предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса. Помимо этого, еще есть и списание с банковских счетов. Это предусмотрено пунктом Г, части 3, статьи 158. Это точно так же мошенники звонят людям, которые в доверие к ним входят и получают удаленный доступ к телефонам самих заявителей. Таких преступлений уже за этот период 9. То есть в общей сложности получается 69 уголовных дел возбуждено только в такой категории. Очень печально, что люди настолько доверчивы к всем звонящим, поскольку всегда представляются сотрудниками банков, либо сотрудниками каких-то структур, сообщают о том, что пытаются списать с их банковских счетов денежные средства. И люди верят в это и начинают переводить деньги. Мало того, что переводят со своих счетов, а так еще потом дальше идут в банки, берут кредиты, оформляют. И суммы довольно-таки баснословные, потому что когда приходят люди, и с ними начинаешь разговаривать, и спрашивать о том, что вы же ведь знали, что уже как бы в СМИ эта информация идет. Реклама как бы тоже так же распространяется. Но все равно люди доверчивы. Еще в последнее время были возбуждены уголовные дела. Людям звонили врачи, не врачи, сотрудники полиции и сообщали о том, что родственник попал в ДТП, и что необходима какая-то сумма денег на лечение. Соответственно, бабушки, дедушки терялись, озвучивали сумму, которая у них находится дома. Спустя некоторое время приезжал какой-то курьер и забирал эти деньги. После этого они, конечно же, скрываются. Но суть в том, что даже элементарно на домашние номера телефонов и одновременно на сотовые телефоны проходили звонки, чтобы человек не мог сориентироваться и позвонить родственнику, реально спросить, произошла ли такая ситуация. Потом еще, когда даже звонят и разговаривают с ними, вроде как в плачущем состоянии, что вроде бы люди понимают, что голос не родственника, но в то же время их убеждают о том, что я сейчас в тяжелом состоянии, что вот у меня такой голос, я там наплакался, нарыдался, и поэтому вся эта ситуация происходит, и люди верят. Поэтому хотелось бы очень попросить людей не быть такими доверчивыми, как бы то ни было. Мы уже как бы неоднократно говорили, что сотрудники банка не имеют права вообще звонить. Если вдруг у вас происходит такая ситуация, вас пытаются заговорить, чтобы вы только бы не положили трубку, в любом случае кладите трубку и перезванивайте своим родственникам и спрашивайте о том, что есть такая ситуация или нет. Если вдруг даже и сотрудник полиции, вот как по своей работе, мы звоним и вызываем какого-либо человека, то мы, соответственно, просим его прийти к нам в отделение для того, чтобы допросить в качестве свидетеля потерпевшего. В любом случае мы приглашаем, но ни в коем случае не просим что-то там перевести, какие-то манипуляции сделать в телефонном режиме. Потом еще были такие ситуации, когда звонили и говорили, что в отношении вас возбуждено уголовное дело, также пытались получить ваши какие-то персональные данные, тоже ни в коем случае не делаем это. Если даже будет возбуждено уголовное дело, к вам приедут сотрудники полиции и попросят вас прибыть совместно с ними в отдел полиции. Еще хочу заметить, что в последнее время сотовые компании стали получать представления от органов внутренних дел и от нашей системы, что слишком часто, получается, звонят с мобильных телефонов. Были еще и подставные номера. В настоящий момент сотовые компании стали немножко хоть это отслеживать. То есть когда мы видим, что спам звонит, либо же приходят смс-сообщения, что этот номер мы подозреваем, что он был от мошенников совершен. Поэтому сейчас уже немножечко хоть. Но что делают мошенники? Они теперь действуют через WhatsApp. То есть они ставят аватарку, госуслуги, Сбербанк, любое управление силовых структур, то есть Следственный комитет, и начинают вызванивать уже непосредственно через WhatsApp. То есть, соответственно, через интернет не просмотришь, откуда был звонок. Поэтому люди точно так же ведутся. Им сообщения приходят, что пытаются что-то там снять. И начинают так же разговаривать. Потом еще был факт такой, что стали звонить, предлагать работу. Вы будете получать за это деньги. Люди начинают перечислять потом свои средства, соответственно, деньги уходят. Даже элементарно, что невозможно отследить там через WhatsApp, поскольку сейчас, когда начинаешь проверять, Британия, Германия, Нидерланды. То есть это мы уже не отследим никак. Если в России, то еще как-то понятно. И то очень много подставных, зарегистрированные номера на подставных, получается, людей. За счет того, что к любому гражданину подошли, попросили его там, я вот без паспорта возьмите для меня, пожалуйста, сим-карту. Все. И денежки, как говорится. Это подставные карты, на которые переводить нужно денежные средства, да? Татьяна Олеговна, вот у нас тоже и психолог был в прошлую встречу. И действительно, вот вы правильно сказали, нужно переждать. То есть позвонил сотрудник полиции, банка, положили трубочку, подумали, перезвонили реальным. Родственникам, конечно. Родственникам, реальным сотрудникам. И тогда уже принимать нужно решение. Что говорят сами пострадавшие? Почему так происходит? Это очень интересный момент, потому что и я попадала. Я не поняла, это или гипноз. Почему происходит? Что они говорят? Что происходит в этот момент с людьми? Я не знаю. Я не знаю. Вот ответ. Ну как же вы не знаете, если вы общаетесь с человеком? Вы же понимаете суть того, что неоднократно уже было объявлено, что ни в коем случае не берите друг друга. Ну я не знаю, ну вот настолько вот он правдиво говорил. Это, наверное, действительно наши человеческие качества, которые нам заставляют нас верить в лучшее. Да, верить в людей. Крайний раз, вот буквально на днях, не так давно, сообщение точно так же прошло, что девушка, получив сообщение о том, что легкий заработок, и она в ответ пишет, что я в действительности с вами буду работать, вы не мошенник. Ну, конечно же, ей ответили, что это не мошенник, и что в действительности мы сейчас будем получать деньги. Ей в действительности отправили 300 рублей на ее счет. Она получила 300 рублей. Но помимо этого она больше 50 тысяч отправила мошенникам. Это категории у нас какие в основном попадаются? Так понимаю, не только пожилые? Большую часть, конечно, это пенсионеры. Большую часть пенсионеры. Вообще остальные уже среднего возраста. Ну что по факту? По факту получается, что расследовать такие дела очень сложно. Да? Очень сложно, да. Потому что как бы наработка-то начинает идти, но суть в том, что мы настолько как бы периферийны, у нас нету таких возможностей еще. Если, допустим, в больших городах уже по телевизору рассказывают, даже по Первому каналу, сама лично слышала, что начинают направлять уголовные дела и раскрывать их, то у нас еще как бы такой наработки нет. Но все равно, чем больше заявлений, тем возможностей больше есть у вас, правильно? Конечно. Татьяна Олеговна, а были ли такие случаи у вас на практике? Вам как следователю звонят псевдоследователи. Такое часто случается. Так вот, как вы распознали? Ну вам-то легко распознать. А вот простым гражданам, как распознать, что это мошенник звонит? Потому что у них же и шумы на заднем фоне. Как будто это какой-то офис. Как будто это действительно сотрудники полиции. Звонки вечные. То есть картинка реальности. Если взять тот случай, когда непосредственно мне позвонили, из Следственного комитета, следователь. Я как раз в этот момент находилась на работе, поэтому сразу было понятно, что следователь из Москвы не может позвонить. Если даже будет звонить следователь, или вообще какой-то... Если даже возможно уголовное дело, и необходимо допросить человека из другого региона, то следователь, ведущий уголовное дело в своем производстве, направляет поручение, письменное поручение, в тот регион, в котором необходимо допросить этого человека. То, соответственно, будет звонить следователь из региона, но ни в коем случае из той же Москвы, либо еще какого-то другого региона. Мы сами можем позвонить и сказать, что представившись таким-то следователем, сказать, что пришло поручение, что вас необходимо по такому-то факту допросить, поэтому мы вас просим подойти в отдел полиции, для того, чтобы зафиксировать ваши показания. Только так. Если есть какие-то слова, обращения к гражданам, пожалуйста. В первую очередь никогда не забывайте о том, что ваши счета находятся уже в надежном месте в банке, и банки ни в коем случае, конечно же, вам не будут звонить и просить вас перевезти эти деньги. Поэтому будьте бдительны, не переводите и не ведитесь на уловки мошенников. Ну, а мой совет, я сама его придерживаюсь, не брать телефон неизвестных номеров. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам. Надеемся, что работы вот в этом направлении у вас поубавится. И с актубинцами будет все хорошо. Спасибо. Спасибо вам. И в завершении выпуска в День ветеранов боевых действий в Ахтубинске состоится мероприятие. Оно пройдет завтра, 1 июля, в 9.00 на площади Победы. Организатором выступает местное отделение «Боевое братство». На мероприятие приглашаются ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших ветеранов боевых действий, жители и гости города Ахтубинска. Сообщается, что эта дата является днем памяти всех, кто воевал за Россию в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой воинский и гражданский долг по защите Отечества. День, когда принято чествовать воинов, которые воевали в Афганистане и Чечне, в странах Латинской Америки, Азии, Африки и других горячих точках, где происходили военные конфликты, и теперь также участников специальной военной операции на Украине. И у нас на этом все новости. Проведите выходные с пользой и, как всегда, будьте в курсе событий вместе с Ахтубинс ТВ.